МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что это такое новшество в нашем городе проводится реформа местного самоуправления. И что поменялось, когда район стал отдельным муниципальным образованием? Конечно, что-то новое появилось, и в частности, в ваших функциях и задачах тоже, наверное, как главу. Реформу местного самоуправления положил Владимир Владимирович Путин в 2013 году в своем выступлении, когда призвал местную власть быть ближе к жителям районов. И, соответственно, в 2015 году у нас состоялись выборы, в результате которых в каждом городском районе появились свои советы депутатов, и 9 районов, которые были раньше как составной частью одного муниципалитета, теперь стали сами муниципальными районами. У вас больше стало ответственности? Вот вы руководитель отдельного района. Раньше как-то в городе, да? Были при городе, а сейчас? Да, раньше мы были, должность называлась как заместитель главы городского округа, а сейчас, значит, этой приставки нет, соответственно, сейчас стали полноценными хозяевами, полноценными главами со своим бюджетом, соответственно, ввели функции, которых раньше не было. Это работаем плотно над тем, чтобы наполнять этот бюджет. Если раньше мы особо этого не касались, то сейчас, в принципе, так как сколько собрал налогов, так ты будешь проводить работы на территории района. То же самое, больной вопрос, это благоустройство. Поэтому, естественно, больше стало погружения, потому что сейчас мы имеем такую возможность, как наполнять бюджет, и, соответственно, можем его теперь тратить так, как... Да, и распоряжаться тоже. Да, распоряжаться в зависимости от того, как депутаты тоже. Отработаем, да, с депутатами. Вместе с депутатами. Вот, Александр Сергеевич, у вас хотела тоже уточнить, в результате, опять же, этой реформы депутатов стало больше. Что-то изменилось в вашей работе? Хотя вы совсем недавно депутат, и все-таки. Какие основные задачи? Да, конечно. Я хотел бы напомнить нашим зрителям, что раньше было 35 депутатов на город с практически населением миллиона двести. На каждого депутата приходилось порядка 30-35, а иногда и 40 тысяч жителей. Что, в общем, достаточно много на одного человека. На сегодняшний момент, после проведения этой реформы, когда вместо одного муниципального образования получилось сразу 9 муниципальных образований, каждый со своим бюджетом, то стало 284 депутата. И на каждого депутата, соответственно, приходится от двух тысяч до пяти тысяч жителей. Пример, Кубшевского района, на соселение 87,5 тысяч человек, приходится 32 депутата. То есть чуть больше, чем 2,5 тысячи человек на одного депутата. Поэтому на сегодняшний момент задача, которая перед нами стоит, которая поставилась правильно, я сказал, про президента, про губернатора, это дойти в каждый двор, в каждый дом и узнать проблемы, текущие в этом месте. И вот в этом самая главная задача, чтобы понять нужды каждого человека. Но у вас это получается? Вы понимаете нужды? Хочется верить. Не у меня надо спрашивать. Избирателей стало меньше, вот лично ваших, да? Ну, в смысле, вот как у депутата. Они вас знают? Вы их знаете? Конечно. Основная задача какая? Ну, что такое 2,5 тысячи человек? Это 500, 600, может быть, 700 семей. И задача у нас, как у депутата, адресно проработать с решением каждой проблемы. Хочется сказать то, что 284 депутата не говорят о том, что вот мой район и улица, и три дома, и я больше ни за что не отвечаю. А мы можем обратиться к депутату по месту работы, по месту, где бабушка живет. И везде будут разные люди. И везде люди помогут и сделают так, чтобы яму залатали, дерево спилили или какие-то еще вещи. Но хочется сказать, отметить, что одни депутаты не смогут решить все проблемы. Ведь что такое 284 человека? С одной стороны, очень много. А с другой стороны, в масштабах города это, в общем-то, ну, небольшая такая сила. То есть это не могут выйти депутаты, там, покрасить, помыть, там, очистить, парковку разбить или еще что-то такое. Поэтому депутаты это некое такое притяжение силы, которое должен вокруг себя объединить граждан. И поэтому, чем активнее будут работать граждане, тем больше они будут знать депутатов, тем больше будет помощь каждому адресная. Александр Викторович, у вас такая уникальная ситуация была в свое время. Вы возглавляли целых два района города. Очень ответственная миссия, серьезная. Самарский и Куйбышевский, да? И, наверное, почувствовали разницу. Вот в чем специфика Куйбышевского района, хотелось бы понять, на ваш взгляд? Потому что у нас, конечно, каждый район, это уникальное. Каждый район действительно уникальный. Самарский район отличался тем, что это старинный центр города и с очень большими проблемами в коммунальной сфере. То есть большой износ был у всех коммуникаций. Соответственно, Куйбышевский район, это район третий по площади территории после Красноглинского и Кировского. То есть и отличие основное от Самарского, это то, что Куйбышевский район состоит из 15 поселков. То есть это и Рубежка, и 113-й километр, и Сухая Самарка, и Волгарь активно строящийся. То есть очень много. И вот такая вот разбросанность после Самарского, которой можно было в течение 4 часов обойти ногами, то тут 4 часа надо чтобы объехать. Здесь, наверное, есть свои плюсы и минусы тоже в том, что 15 поселков. Есть также отличие, то, что, значит, район уникальный, потому что в районе и порядка 3, почти 3,5 тысячи домов частного сектора, и 800 многоквартирных домов. Соответственно, объединяет в себе все. И промышленные предприятия есть, и нефтеперерабатывающие, и есть даже два работающих сельхозпредприятия. То есть в районе есть все. Да, вот разнообразие. Еще и автономный, разнообразный автономный район. А давайте напомним о достопримечательностях и особенностях Куйбышевского района нашим телезрителям и посмотрим ролик. Куйбышевский район Куйбышевский район образован 10 августа 1943 года на месте бывшего пристанционного поселка Кряж. Поселка Самарская Слобода и прилегающих к ним земель в связи с необходимостью строительства здесь нефтеперерабатывающего завода. Сегодня он состоит из 15 поселков. Наиболее крупные – Засамарская Слобода, Волгарь, Рубежная, Софос-Кряж, Озерный, Соцгород, 113-й километр, Сухая Самарка. Территория района составляет более 8 тысяч гектаров. Численность населения – почти 88 тысяч человек. Куйбышевский район имеет глубокие корни. В исторических документах X века река Самара упоминается под именем Самур. В те времена основное русло реки Самара проходило почти в центре района и впадало в Волгу в районе поселка Гранный. С возникновением крепости Самары в 1586 году окрепли юго-восточные границы московского государства. В 1645 году здесь были построены дополнительные городские укрепления. К этому времени, видимо, следует отнести и начало заселения исторического центра района Засамарской Слободы. Именно благодаря торговле и торговому перевозу через Самару Слобода росла и богатела. Центральное место Засамарской Слободы до революции сегодня можно определить на кольце троллейбуса номер 6 у хлебозавода номер 3. На территории современного Куйбышевского района расположены 15 крупных и средних промышленных предприятий. Основными отраслями являются нефтеперерабатывающая промышленность и машиностроение для нефтянки. Центр культурной жизни Куйбышевского творит с культурой «Нефтянник». В районе достаточно развита образовательная система. Действуют 47 спортивных объектов – городки, дворовые и спортплощадки, стадион «Нефтянник», спортивные пришкольные залы. В настоящее время в районе ведется строительство школы на тысячу мест – специализированного медицинского центра мостового перехода «Фрунденский» через реку Самару. Куйбышевский район – это южные ворота Самары. Не очень престижный в силу своей отдаленности от центра, он становится все более привлекательным в плане жилой застройки. Это уникальный район, маленький мир в черте большого города Самары. Действительно район уникальный. Впрочем, наверное, как и каждый район нашего города, у него есть свои стороны интересные. Мне хотелось бы у вас поинтересоваться, Александр Сергеевич, что вас связывает с Куйбышевским районом? Потому что существует такое мнение, если ты живешь в районе, работаешь в нем, ты лучше его знаешь, следовательно, знаешь лучше проблемы жителей и так далее. А у вас какая история? Я полностью с этим согласен. Чуть подальше, чем от себя, поскольку мы такое, как граждане, это в первую очередь наши корни. Я в пятом поколении живу в Самаре, и в три поколения у меня связаны с Куйбышевским районом. Бабушка и дедушка у меня жили там. Как раз вот здесь, в вашем сюжете сейчас вы рассказали о том, как становился Куйбышевский район. Вот они фактически жили в одном из этих первых бараков. Там были первые шесть бараков, вот в одном из этих бараков они жили. Моя мама выросла в одном из этих бараков. И глубоко знакомы мне проблемы, поскольку у меня бабушка преподавала в 74-й школе Куйбышевского района, поэтому у меня корни очень такие глубокие. Можно сказать, что с молоком матери впитаны мне проблемы нашего города и района в частности. Ну и в принципе, вообще, наверное, не очень правильно говорить о проблемах какого-то одного места. Мы все правильно сказали, что это ворота, южные ворота нашего города. Знаете, кто бы ни приходил к нам в эфир, все говорят, каждый ворота. Это тоже ворота. Фактически мы ездим внутри города, прекрасная зона отдыха, через Куйбышевский район нужно проехать, чтобы в них попасть. Там Аглос тот же и так далее. Также можно и Красноглинский район тоже прекрасно искать, потому что это замечательно. Поэтому нам как... Проблемы знакомы и жизни района. Что такое депутат? Депутат – это житель города. Нельзя же сказать, что человек живет в одном районе, из него никогда не выходил. Все мы работаем в одном месте, живем в другом, и поэтому мы хотим приблизить наш город к мировым городам. И губернатор у нас недавно сказал, что нужно бы устроить соревнования между районами. Я, Александр Ильич, предлагаю действительно поддержать эту инициативу, и мы готовы бросить вызов, мне кажется, любому району нашего города с точки зрения эффективного управления, удовлетворенности жителей и так далее. Я хочу все-таки тема бюджета района продолжить, потому что очень серьезная и самая основная тема. Как вы собираетесь его наполнять? Вот вы сказали по налогам, что нужно собирать. А у вас есть какие-то там стыковки, пересечения с налоговой службой? Еще как-то? Ведь цель такая серьезная. Бюджет района определен 105 миллионов рублей на этот год. Соответственно, наполнение бюджета 50% – это субвенция, которая идет с городского бюджета. И 50% мы должны набрать сами. Соответственно, он состоит из двух налогов. Это налог на имущество и земельный налог. Соответственно, там в определенных пропорциях. И чтобы работа шла по наполнению, у нас созданы две комиссии с налоговой инспекцией Куйбышевского района. Работаем очень плотно. Начиная уже с 2015 года, еще до реформы мы создали эти комиссии. То есть на перспективу. Соответственно, на данный момент мы идем в графике ежемесячных поступлений налоговых в бюджет района. Поэтому ситуацию держим на контроле. Где-то раз в две недели общаемся с налоговой инспекцией. Это я лично с начальником налоговой инспекции. Главное, чтобы еще жители района понимали, что все эти деньги пойдут опять же в район на его развитие и так далее. Как мы уже говорили в прошлых программах, в реформе местного самоуправления принимает участие три стороны. Власть, депутаты и, конечно, жители. Примером такого взаимодействия стало радостное событие, которое недавно произошло в районе. Посмотрим сюжет и продолжим разговор. День, когда получаешь ключи от собственной квартиры, остается в памяти навсегда. Сегодня это яркое событие произошло в жизни трех молодых самарцев из числа детей-сирот. Они получили жилье в недавно построенном доме Куйбышевского района. Ну что, поздравим новоселов. Мы с Галиной Геннадьевной вам дарим ключи и еще сертификат. Материальная такая помощь, единовременная выплата, чтобы вы могли на эти деньги обустроить еще и свое гнездо шкале. Получение ключей от своих собственных квартир – это действительно событие, которого ждут очень многие. Особенно для вас это сегодня действительно очень большой праздник. Мне очень хочется, чтобы вы создавали здесь семьи, чтобы вы здесь были абсолютно счастливыми людьми. К поздравлениям присоединились депутаты Куйбышевского районного совета. Они подарили новоселам микроволновые печи и чайники. Будем обживаться. Большое спасибо городу за такую квартиру, за такой подарок. Можно сказать, сюрприз даже. Конечно, я до сих пор под впечатлением, пока еще не поняла, что оно мое. Ну, собственно, своя квартира – это всегда хорошо. Крыша над головой есть. Квартиры полностью готовы к заселению. В каждой индивидуальные котлы, колонки установлены счетчики и сантехника. И район хороший, перспективный. Как отметил глава города Олег Фурсов, в ближайшие 2-3 года его ждет активное развитие. Вот интрига прозвучала в конце сюжета, что в ближайшие 2-3 года ждет район активное развитие. Вот хотелось бы услышать от вас, что же это за развитие, какие перспективы, как обновится район, что появится нового? Значит, действительно, неоднократно уже говорили, что район перспективный. Я могу сказать, что перспективный. Почему? Потому что, во-первых, сейчас идет активное строительство Фрунинского моста. То есть проблема Южного моста и Старого моста по улице главной будет решена. Это многокилометровые пробки. И, соответственно, будет доступность от района Куйбышевского до центральной площади Революции транспортно 15 минут. Соответственно, сейчас у нас несколько площадок развивается. Это первая площадка Волгарь, где в перспективе к 2025 году емкость жителей будет порядка 78 тысяч человек. Население добавится. Если сейчас там проживает порядка 5-6 тысяч, идет активная застройка. Соответственно, к 2025 году, я думаю, до 70 тысяч человек будет жить. Плюс началась стройка за магазином метро. Там микрорайон строится примерно на 19 тысяч человек со своей школой также. Еще ведется большая стройка, начинается это за амбаром. Там тоже порядка 17 тысяч человек будет емкость микрорайона. И, значит, есть планы развития это САВЖИ. Это после Южного моста со стороны амбара тоже будет построен квартал примерно на 15-17 тысяч жителей. Соответственно, к 2030 году район может увеличиться с нынешних 87 тысяч человек до 200 тысяч человек жителей. Да, далекие перспективы. Нам рисовали тут на 2-3 года, а вы уже до 30-го. Ну да, хорошие планы, перспективы. То есть вы планируете как можно больше людей заселить в районе. А что зависит от численности? Вы так вот говорите, что будет больше людей настолько-то. Чем больше людей, жителей, тем лучше для района получается. Связь есть. Чем больше, да. Чем больше жителей, тем лучше. И, во-первых, потому что когда район увеличивается численность, соответственно, мы под это дело уже и увеличиваем количество, например, тех же детских садов, школ. Сейчас у нас строится школа на тысячу мест, как сказали, на Волгаре. Два года назад был в декабре запущен садик на 105 деток. В прошлом году, 31 декабря, мы еще один садик открыли на 80 детей после реконструкции. И, соответственно, на Волгаре сейчас проходит экспертизу садик еще на 240 деток. В перспективе там строительство восьми садов. Соответственно, чем больше населения, тем больше мы построим у себя в районе новых детских садов, новых школ. Социальных объектов, как говорят, да. А я вот хотела, Александр Сергеевич, поинтересоваться. Есть такое мнение, что к депутату обращаются избиратели в основном с проблемами, связанными с ЖКХ. И вот я хочу узнать, вообще депутат сам должен разбираться вот в этой сфере ЖКХ? И как у вас с этим лично складывается? Вы можете разобраться, пришел к вам с жалобой избиратель, вот именно, что что-то у него не так? Ну, конечно, это наша работа, разбираться с каждой жалобой. Вот это преимущество депутата, если у него есть какое-то образование, связанное с ЖКХ. Ну, точно недостаток, вот так скажем. Да. Нет, конечно же, депутаты должны делать, во-первых, нормотворческой деятельностью заниматься. Это юридическое образование. Это управленческие, лидерские качества должны быть развиты, чтобы повести за собой действительно группу граждан, людей, чтобы люди им доверились. Поэтому, если он знаком с одной, с дорожным строительством или со сферой ЖКХ, это только плюсы. Да, ну, лично у вас вы скромничаете, но у вас водоотведение, по-моему. Вы специалист в этом отношении. Да, да, и даже закончили специализацию. Я даже не пользуюсь это слово «доцент-кафедра». Вот, поэтому это преимущество депутата, если он разбирается в этой сфере. Нет, конечно, с одной стороны, это преимущество, а с другой стороны, сложно спать, когда ты знаешь, какие у нас экологические катастрофы под нашим городом развиваются. О том, что у нас трубы изношены, более 80% труб под Самарой все изношены. А что значит изношены трубы? Это значит, из миллиона кубов, которые ежедневно выливаются из предприятий, из жилых домов, дачных сооружений доходит всего 700 тысяч. То есть 300 тысяч кубов в сутки ежедневно выливаются под наш город. Понятно. Работы по очищению начались, недавно, по ремонту, новые системы устанавливались. И еще такое время, у нас апрель и начало мая, когда в районах города был традиционно сделан акцент на благоустройство, на ведение чистоты и порядка. Как показывает практика, этот процесс также объединяет людей. Посмотрим, как это происходило в Куевшском, а потом продолжим разговор. Если следить за порядком и поддерживать его, будет чисто, уверена Галина Усова. Она живет в Куйбышевском районе уже 55 лет и хочет видеть его красивым и благоустроенным. Наш Куйбышевский район в свое время был, наверное, самым лучшим и красивейшим районом города. Потому что на КНПЗ был цех по благоустройству. Весь район утопал в цветах. Для наведения порядка в доме и во дворе Галина Николаевна внесла личный вклад. Три года была старшей по дому. Говорит, что многого добились в ремонте и благоустройстве. Чтобы сохранить и приумножить сделанное, по мнению Галины Усовой, нужно соблюдать определенные условия. Ну, во-первых, беречь то, что делают. Мы сейчас очень плохо относимся. Если не мы сделали, то значит плохо относимся. Если будем сами делать, значит будем больше беречь. С Галиной Усовой согласна представитель администрации Куйбышевского района Ольга Лемасова. Она считает, что совместный труд помогает не только навести порядок, но и предупредить загрязнение территории. Когда люди вкладывают свой труд во что-то, в улучшение внешнего облика, они стараются более бережно относиться к этому. В стороне не остаются те, кто по долгу службы должен следить за порядком. В рамках месячника по благоустройству управляющие компании наводят чистоту удвоенными темпами, приводят в порядок контейнерные площадки. Все контейнерные площадки покрасились, побелились, контейнеры все покрасились, все, все восстановили. Чтобы поддерживать порядок, специалистам ЖКХ и благоустройства необходима поддержка и неравнодушное отношение самих жителей. Ведь мусор не появляется ниоткуда. Наглядно продемонстрировано взаимодействие и власть, и исполнительные, представительные, люди, активные, жители. Вот мы познакомились лично со старшей по дому. Я хотела бы вернуться назад и спросить у вас, вы как-то принимали участие в этом процессе благоустройства? Обязательно. Да, я скажу. Во-первых, хочется сказать, что нужно это делать не в течение одного месяца, а постоянно. Поэтому меня несколько возмущает слово месячник. Уборки, поскольку мне кажется, что это нужно делать постоянно. Еще больше у меня негодование вызывает, например, год культуры у нас в стране. То есть на самом деле, что такое год культуры? В этом году нельзя ругаться матом, надо на вы со всеми разговаривать, а через год уже как хочешь можно разговаривать. Мне кажется, то же самое с уборкой должно быть. Нужно убираться постоянно. И у нас не вызывает, например, желаний позвать соседа убрать себя дома. Как бы дома считается, что каждый сам все собирает. А позиция госпожи Усовой, например, по телевизору сейчас, которую показали, она переживает действительно за благоустройство своего двора. И таких людей, к сожалению, чем будет больше, к сожалению, их очень мало, чем будет больше, тем будет лучше. Потому что не секрет, приходишь в какой-нибудь дом, если он большой, в одном подъезде сделан ремонт, потому что там живет старший по подъезду активный человек, который указывает на проблемы, недоработки администрации. А в другом не живет. И в одном и том же доме один подъезд отремонтирован, а другой нет. Вот хочется, чтобы к нам чаще приходили с проблемами, говорили о их существовании и указывали на наши недостатки, недоработки. Ведь вот я, например, принимаю в 105-й школе по средам. И часто бывает так, что вообще никто не приходит. То есть просто посидел, как бы, но это кажется... А потому что нужны реальные дела депутатов, чтобы люди... Конечно, доверия нет. Я это все понимаю. Увидели, что проблема решена. У нас ведь какая проблема, что человек начинает писать жалобы, он пишет сразу, везде, везде, вплоть до президента. Если там у губернатора 3 миллиона человек, а у президента почти 150 миллионов, а вот дали вам депутатов, у которых всего там 2000 человек, не подходит он, не делает он, не отзывается на ваши просьбы, дайте нам сигнал, мы готовы проработать с вами в депутатском кругу, депутатском корпусе, мы знаем, как надавить и решить ту или иную вопросу. Поэтому нам хочется больше активности от граждан. Александр Викторович, а вы как-то взаимодействуете с депутатами? Вот видите, они рвутся в бой, собирают проблемы от жителей и хотят их решить. Но без вас же тоже не решишь? Своими силами? Как я уже сказал, что реформа была для того и начата, потому что сейчас, после того, как у нас появился депутатский корпус, и, соответственно, раньше у меня два депутата городских вели прием раз в неделю. Соответственно, сейчас у меня 32 депутата ведут прием раз в неделю, и выходят также приемы выездные, выходят на адреса, встречаются, и, соответственно, у меня намного больше стало обращений от жителей. Ну, соответственно, теперь, так как депутатов 32, то контролируют они сейчас намного лучше, и сотрудников администрации, и, значит, управляющих компаний, и даже нерадивых там бывают какие-то предприниматели, которые у себя не убирают, что-то там нарушают, то депутатский корпус, он очень активно реагирует на такие вещи. И даже иногда бывает так, что мы уже узнаем в администрации, узнаем о том, что была такая проблема после того, как она была решена нашими депутатами. Да, вот, а лично вы как-то вот пересекаетесь, контактируетесь друг с другом, вот, реально, конкретно, или нет, или не доходит? И реально контактируем, и постоянно встречаетесь, да? Постоянно встречаемся, и есть. То есть эта связь есть. Ну, я хочу сказать, тоже мне хочется ответить на этот вопрос. Александр Викторович, конечно, с одной стороны, это ему помощь от большой такой количества депутатов, а с другой стороны, раньше ему звонила только голова города, еще, может быть, несколько замов, то сейчас у каждого депутата, это я не скрываю, я говорю совершенно четко, у каждого из 32 депутатов есть мобильный телефон, Александр Викторович, какая-то проблема, там окурок на улице. На это я шурирую, конечно, вопрос, говорит я, мы тут же моему звоним и говорим о том, что вот нужно бы вот здесь это сделать. Поэтому задача нас, как депутатов, быть неким таким мостом между жителями и исполнительной властью. Действительно, очень сложно дойти до каждого адреса, если у вас всего 35 человек. На сегодняшний день 284 человека, депутаты я имею в виду, таких же граждан, как и мы с вами, которые там избирали депутатов. Поэтому мне кажется, что с одной стороны, Александр Викторович считал легче, а с другой стороны, гораздо беспокойнее. Не легче, а беспокойнее именно я бы назвал бы эту вещь. И хочу еще сказать, что вот мы начали говорить про бюджет и говорить о том, что какие, как наполняется бюджет города. У нас 10% идет с налога на землю и 50% с налога на имущество, которое находится в частной собственности. И чем больше будут сдавать эти граждане налогов платить, тем больше будет бюджет района. И не секрет, что при строительстве новых домов зачастую не регистрируют квартиры, и поэтому налогу никакого не платится. И у нас общество такое, что мы привыкли не рассказывать о том, что сосед что-то там натворил плохое. Но, конечно, это можно такую позицию принять, и, наверное, даже можно ее оправдать. Но, с другой стороны, ведь это же недополученные деньги, не отремонтированные тротуары, не за дороги, ну и так далее. Поэтому хочется призвать, я вот уже раз пятый, наверное, за эту передачу говорю, что да, будьте более ответственны. И реформа местного самоправления будет только эффективна в том случае, чем эффективнее будет наше гражданское общество. И как это будет и предпринимание. Не только от власти представительное, исполнительное что-то зависит, от жителей тоже. Я думаю, что в первую очередь от граждан. Потому что мы же привыкли, что вот нам должны сделать это власти, депутаты, значит, решить наши такие проблемы, а мы вот только позвоним, напишем. Причем верно, а хочется, чтобы адресно. Да. Александр Викторович, а у вас тоже есть прием граждан? Да. Потому что при стечении стольких проблем и вопросов, которые сейчас от депутатов, от граждан идут, вот как вы, механизмы решения, какие у вас есть, проблем? И вообще вот еще такой вопрос. У каждого руководителя есть, наверное, свои принципы, у каждого главы. Вот к нам вы не первый приходите, у каждого свои какие-то изюминки, особенности. У вас какие принципы, как у руководителя в работе? Прием, во-первых, у меня идет. Прием есть это официально. Есть приемные, общественно приемные, где веду прием сам я и также ведут все, значит, руководители служб, которые в районе. Соответственно, также активно мы пользуемся соцсетями. Это Twitter, где есть и лично мой аккаунт и есть аккаунт администрации Кубышевского района. И могу так сказать, что последние три встречи, это были встречи, которые через Twitter жители активные обращались. Мы уходили так на Калининградскую 1, значит, жительница попросила, мы договорились, вышли на встречу. Значит, эта встреча была посвящена благоустройству района. Двора конкретно вышло порядка 60 человек на улицу. И в течение часа мы порешали и через два дня, значит, провели работы. То, что было, как говорится, решается в течение 15 минут, то есть там вывезли бетонные блоки, которые несколько лет лежали, и дети об них бились. Там убрали поваленное дерево с забора, значит, разровняли площадку. То есть это делается моментально. Поэтому принцип у меня такой в работе, что если есть обращение, не надо сидеть, встречать человека в кабинете, надо выходить на место. И сотрудников я активно заставляю, значит, чтобы они выходили. Есть полное понимание, чтобы была узнаваемость. У нас закуплено 10 комплектов спецодежды с надписью Кубышевский, администрация Кубышевского района на спине. Да, да. Попутно решил, начинал вопрос по благоустройству, а закончил вопрос решением, значит, проблем по потреб рынку, там, по школьной территории. То есть поэтому такая вот открытость. Я пришел, когда сразу сказал, я говорю, наша работа заключается не в том, чтобы писать жителям какие-то там отписки или это, хотя, конечно, не исключаю, бывает и такое. Вот, а в основном вышел на территорию, разобрался на месте и получается 70% проблем решается сразу на месте. Какие-то униформы приблизить власть к людям? Хочется, что Александр Ильич Александрович сам одевает подобную униформу, я его сам лично видел в ней, что он ходит на прием. Действительно, вот из администрации приедешь, выходит из машины следующий объем. А есть в других районах такая же практика или нет? Или вы такой ноу-хау? В Самарском эту практику я вводил, мы ходили, заместители, вот ходили на теплотрассы тоже, когда какие-то аварии были, на пожары, чтобы люди видели. Но сейчас я, честно сказать, не могу сказать. А Куйбышевском это не только на субботники, я говорю, также на какие-то мероприятия, потому что ввел почему, потому что когда была там чувствующая ситуация, был пожар, и, соответственно, люди, это в Самарском пошло оттуда, люди начали бегать, искать, и, соответственно, они видят полицию, видят МЧС. А там надо данные, там сказать, что там, чтобы где разместиться. И увидели человека с надписью администрация. Поэтому сейчас в Куйбышевском эта практика прижилась, вот, но я думаю, коллеги там со временем и в других районах так же будут. Да, очень хорошая оперативность, открытость, эффективность, очень хорошие принципы. У нас есть, кстати, пример взаимодействия жителей и депутатов, в результате которого решилась проблема жильцов одного из домов Куйбышевского района. Посмотрим. Два года назад жильцы дома 21 по Пугачевскому тракту услышали громкие звуки дрели и почувствовали сотрясение дома. Оказалось, квартиру на первом этаже начали перестраивать без согласования с жильцами. Мы вышли, спросили, что здесь будет, сказали, магазин. Ну, мы попросили пока ничего не предпринимать, никаких действий, нас не послушали, документы нам не предъявили, не показали. Мы обращались во все инстанции, в полицию, в прокуратуру, в администрацию района, в ГЖИ. Вот, пришлось подавать два исковых заявления в суд. В итоге действия по переводу жилого помещения в нежилое без согласования с собственниками дома признаны незаконными. Суд внес решение восстановить квартиру и фасад дома в первоначальное состояние. Добиться такого решения помогли и депутаты районного совета, которые начали взаимодействовать с жильцами еще в досудебном порядке. Мы отрабатываем также обращение граждан, это основная наша работа. Мы занимаемся согласованием благоустройства, где что поставить. Также вот вопросы ЖКХ, когда жители не могут сами с управляющей компанией договориться, то есть приходится вмешиваться нам через департамент, через администрацию. Опасения и действия жильцов оказались не напрасными. Зачастую бывает так, что вместо обещанной аптеки на первых этажах жилых домов открываются так называемые разливайки или кафе, которые впоследствии мешают местным жителям. Какую проблему не возьми, либо благоустройство, либо даже то, что жители воспрепятствовали этому возведению кафе или магазина в своем доме, это как-то связано с экологией, на мой взгляд. Даже здесь экология проживания и в доме, и на территории и так далее. Я хочу уточнить у вас, экологическая составляющая в работе депутат у вас как-то присутствует? Конечно. Вот вы с этим связаны. Образование давлеет, принятие тех или иных решений над тем, что я смотрю. Очень радует работа очных сооружений. Вот мы начали говорить, я не успел бы сказать, что очные сооружения с работой действительно неплохо. И есть к вас стремиться. Другая проблема у нас была котельная от КНПЗ. Мазутная котельная, которая находится на территории Кубышевского района. И с точки зрения жителей она не очень была хорошей, поскольку не позволяла подать ту ввод того качества, которое было необходимо. Но и с точки зрения эколога тоже я заметил, что большая проблема. Поскольку она мазутная, то большие очень выбросы от нее были. И на сегодняшний момент посредствующие губернатора Самарской области, мэра, главы района, депутатов города и района были достигнуты договоренности, после чего была проведена встреча губернаторам области. И без привлечения каких-то дополнительных бюджетных денег будет построена новая котельная, газовая котельная. Абсолютно на частные деньги. Частный инвестор дал все эти деньги. И не из бюджета не потрачены ни копейки, а проблема для жителей решена. Ведь на самом деле не имеет значения, как решали эту проблему для жителей. Ему важно, какая вода пришла к нему, какое качество. Это пример эффективности налицо. Еще одной дополнительной поддержкой для решения проблем жителей стали депутаты районных советов, в чем мы убеждаемся. Как в целом строится работа районного совета Куйбышевского района и деятельность депутатов, расскажет председатель Николай Панченко. В состав совета депутатов входит 32 избранных человека. Трое из них делегированы в городскую думу. Если раньше на каждого депутата Куйбышевского городского округа приходилось порядка 30 тысяч жителей, то в ходе реформы на каждого депутата сейчас приходится порядка 4 тысяч человек. Соответственно, увеличилась доступность депутата для жителей района, что тем самым получается, выполняется та инициатива Николая Ивановича, которая была задумана, вот эта реформа. На данный момент деятельность совета депутатов была проведена уже порядка 10 заседаний. За время работы совета депутатов был утвержден устав Куйбышевского на тригородского района, принято положение о бюджете Куйбышевского района, разработанное и принято положение молодежного парламента. Это было заключено соглашение о взаимодействии между губернской думой и думой городского округа Самара. И, конечно, очень много обращений граждан по работе управляющих компаний, ПСЖ, вопросы по благоустройству. Ну, я думаю, что доступность депутатов для жителей все-таки с этой реформой увеличилась. Много вопросов решается. Сейчас, я думаю, что каждый житель, который выбирал своего депутата, они в лицо его знают. В адрес телекомпании приходят вопросы от жителей разных районов. И вот, что пришло от жителей Куйбышевского. Я сейчас вам адресую. У нас не так много времени остается. Передам все. Ну, коротко, если можно ответить. Благодарим за ремонт дорог улицы Шоссейная, Кряжская, Шоссейного, Куйбышевская, Пугачевский тракт. Но ведь много еще работ требует ремонта и строительства. Будут ли проводиться работы по ремонту дорог на территории Куйбышевского района в ближайшее время и дальше? Будут. В том году был сделан большой действительно объем. Самое главное, это мы сделали тротуар, который шел от Сухой Самарки до поста ГАИ. Значит, соответственно, в этом году запланирован, сейчас это идет, согласуются документы, чтобы мы отремонтировали улицу Белорусскую полностью на территории всей Сухой Самарки, как она проходит. И отремонтировали улицу Народную, это от моста через Татьянка до поста ГАИ. То есть, соответственно, закончить ремонт за эти два года всех основных дорог на территорию Куйбышевского района. Понятно. Следующий вопрос. В Куйбышевском районе не функционирует единственный плавательный бассейн «Нефтяник», о котором много, кстати, говорили. Он находится на улице Фасадная и в центральной части района. Будет ли он восстановлен или на его месте построят новый? Значит, действительно, тема очень животрепещущая, но бассейн этот находится в частных руках. Соответственно, за то время, пока он не эксплуатируется, он полностью пришел в негодность, обвалился потолок, раскололась чаша и, соответственно, восстанавливать его смысла нет. Сносить этот вопрос уже к собственнику, мы с этим вопросом обращались к нему. Значит, соответственно, сейчас у нас ведутся подготовительные работы. Была в прошлом году встреча рабочая с Николаем Ивановичем Меркушкиным. Мы рассматривали площадку рядом со стадионом «Нефтяником», для того, чтобы там в перспективе поставить, значит, «ФОК-тройку». Это крытый лед круглогодичный, бассейн 25-метровый и универсальная спортивная площадка для волейбола и баскетбола. Соответственно, проект я уже видел, проект у меня есть на руках. Соответственно, будем ждать, когда улучшится немножко финансовое состояние в бюджете области. Ну и, соответственно, ждать, когда у нас придет на наш район праздник. Да, ну будем ждать, потому что действительно тема «Нефтяника» уже долго и с года в год она звучит. Еще одно направление вашей деятельности благотворительное. Я знаю, что вы тоже этим занимаетесь. Все про меня узнали, да? Да, хотела бы затронуться, но, к сожалению, не остается времени. Но просто подчеркивает еще раз, что депутат личности разносторонняя. Вот уже сколько аспектов вашей деятельности мы сегодня затронули. А я хочу у Александра Викторовича поинтересоваться. У вас на что-то остается время для души, для каких-то занятий, потому что настолько загружены? Если честно, то сейчас нет. То есть раньше было время, что и на лыжах мог на горных покататься, и практической стрельбой позаниматься. То сейчас, ну раз в месяц где-то выезжаю на занятия по практической стрельбе, потому что времени нет. Ну, если учесть, что были праздники сейчас, да, это, соответственно, вот вчера в общей сложности я порядка восьми часов был в районе. Да. То есть на всех мероприятиях. Мне бы хотелось бы рассказать словами проповеди Патриарха Кирилла, где он рассказывал о том, что такое служба, что такое работа, и какая разница между этими выражениями, ну, словами. И работа – это то, что ты поработала, тебе хочется чем-то заняться, а служба – это когда ты весь без остатка себе отдаешь своему любимому делу. Поэтому, Александр Викторович, главствование над районом, мне кажется, это призвание. Да, ну, на таких приятных словах мы, наверное, остановимся. Я хочу напомнить телезрителям, что сегодня у нас в эфире представители были Куйбышевского района. В следующий раз мы встретимся с представителями Ленинского, обязательно об этом поговорим. Следите за анонсами. Всего вам самого хорошего. До свидания.